В понедельник 31 января бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на очередной допрос в Государственное бюро расследований в Киеве по обвинению в государственной измене. Порошенко пришел вместе со своими адвокатами. Перед входом в здание Госбюро он пообщался с журналистами. Бывший президент также заявил перед допросом в Госбюро расследований, что не будет давать показания по обвинению. Он также отметил, что это дело против него было организовано по указанию действующего президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, по его словам, Зеленский пытается отвлечь внимание и выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции. Это все, дорогие друзья, шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности страны, энергетики, экономики, которые демонстрируют его ничтожество. «Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу. Я не буду давать никакие показания», сказал Порошенко. Как стало известно, политик побыл несколько минут в здании и покинул его. Порошенко заявил, что не намерен давать показания. «Я как ответственный политик и законопослушный гражданин прибыл на допрос по абсолютно пустому никчемному делу», сказал Порошенко журналистам у входа в ГБР в понедельник. Интересно, что сам Порошенко перед своим допросом устроил охране допрос со скандалом. Его возмутило, что охрана устраивает незаконные обыски его адвокатов на входе в ГБР. Также он отказался заверить подписью протокол, что подтверждается документально по данным ГБР. О ближайшей дате вызова в суд будет объявлено позднее. Отметим, что в связи с активизацией уголовного дела Петра Порошенко, внимание средств массовой информации к пятому президенту значительно увеличилось. И это дало ему возможность заявить о себе как о главном оппоненте нынешнего президента, основываясь на принципе, с кем власть борется активнее всего, тот и главный оппозиционер. На фоне так называемого медийного внимания Порошенко призвал другие силы к объединению. «Сейчас мы совместно призываем к немедленному объединению демократических оппозиционных сил для отражения российской агрессии», заявил он в Печерском райсуде столицы 19 января, сразу после избрания ему меры пресечения в виде личного обязательства.